Сельская молодежь 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 Во время посещения эко-музея Белорусская лялька Участники не только знакомятся с обрядами, но и сами их исполняют Сотрудники музея убеждены Собременная молодежь должна помнить о своих корнях К сельчанам это относится, пожалуй, в первую очередь Почти одна молодежь приезжает Мы проводим обряды Они просят посмотреть Очень интересно, им нравится Также проводим экскурсии В музее белорусской ляльки Работа первого форума сельской молодежи Завершается встречей ее участников С председателем облсполкома Геннадием Соловьем Она могла бы состояться в любом из просторных Современных залов Гомеля Или студии телевидения Но руководитель региона Это особенно показательно Приехал в сельский дом культуры Областной форум становится продуктивной площадкой Для обмена мнениями и генерации идей В формате прямого диалога Разговор о дефиците кадров сельской местности И уровне зарплат В перспективах развития сельских территорий В плане строительства жилья В том числе для молодых специалистов Молодые люди интересуются отношением губернатора К социальным сетям И вообще современным технологиям По сути, речь о будущем белорусского села И задачах, стоящих перед органами власти И сельскими жителями Поднять и на более высокий уровень Наше сельхозпроизводство Потому что от молодежи, как я сказал, все зависит Да, понятно, сегодня приходят новые И формы управления И новые методы управления И новые технологии И самая главная задача Сегодня жестокая диктатура технологий Которую мы иногда нарушаем И не соблюдаем ее И в итоге мы имеем, конечно, то, что имеем Сегодня точное земледелие Для нас актуально И GPS управление техникой Потому что это высокотехнологичное Средство, которое сегодня позволяет Экономии определенное дело Поэтому мы с вами должны быть Генераторами И действовать в этом направлении Особый акцент на том, что нужно максимально Всесторонне воспитывать новые поколения С самого раннего возраста Уважение к труду должно формироваться с детства Кроме того, всегда интересно, когда собеседник в диалоге рассказывает о собственной биографии Это самый лучший пример и мотивация для молодежи В открытом разговоре Геннадий Соловей говорит о своем трудовом пути Который начинался в 80-е годы в сельском хозяйстве Мне пришлось начинать свои трудовые действия в 80-е годы Вот самая низкая, можно сказать, ступенька Которая была предложена Хотя те годы, я вспоминаю Очень сложно было устроиться в хозяйстве, работать Имеять даже высшее образование Но я учился по направлению от хозяйства И мне было проще Конечно, в районе один из прогрессивных Пришлось работать и начинать свои трудовые И, конечно, ты, когда придя на ту или иную должность В первую очередь обращаешься на проблемы, которые тебе там нужно решать И когда ты их начинаешь решать Ты потом видишь, что ты двигаешься вперед Ты не стоишь на месте То есть, решив одну проблему, тебе приходится решать другую И самое главное, ты, когда оставляешь по себе что-то Ты должен оставлять по себе прогрессивное Участники форума задают свои вопросы напрямую у главе региона В режиме открытого микрофона По большому счету, сейчас они представители всей молодежи региона А это пятая часть населения Около 270 тысяч человек Мы должны чувствовать себя комфортно везде Не только, так и на беседе И я всегда доступен в части, посещая предприятия Сельхозник готов выслушать даже не в таком бракурсе Те вопросы, которые волнуют Это не надо стесняться Дело в том, что власть всегда доступна Власть всегда готова идти навстречу и решать проблемы Потому что мы для этого сегодня и здесь и присутствуем Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько Новости недели